Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как вы догадались по названиях видео, я буду декорировать кухню, а конкретно фон, на котором я сижу. И я недавно задумалась над тем, что я зависимый человек, сколько денег я трачу на декор на Вайлбрисе, и на самом деле страшно жить. Я подумала, что я сказала тут недавно постеры на Вайлбрис для того, чтобы повесить их на диване, над диваном, на кухне. Я приложу вам сюда фото постеров, которые я сказала, и к ним я, в принципе, хочу сделать декор, чтобы все между собой там сочеталось. Постараюсь, конечно, не переборщить, потому что постеры, я сказала, довольно-таки яркие. Ну, я вам еще, наверное, приложу сюда примерно фото с Pinterest того, чем я вообще в последнее время вдохновляюсь, потому что, ну, скандинавский белый мне немножко надоел, и вот это все очень сдержанно. Хотя я, по-любому, конечно, к нему вернусь, наверное, потому что после яркого всегда хочется чего-то нейтрального. Вот. Я заодно решила вам показать вообще, что можно-то и не тратиться очень сильно, и сделать здесь и сейчас декор сразу, и не затягивать, и не думать о том, что это очень дорого стоит. Нет. Ну, конкретно у меня сегодня это все займет 0 рублей, я не хочу сегодня тратить деньги на киндзекор, и я просто нашла все краски, которые у меня есть дома, а у меня просто много разных и ярких, и неярких, но, в принципе, по большей степени там все яркое только. Есть еще зеленая краска, ну, не знаю, насколько она еще жива, но у меня есть еще, ну, в общем, у меня еще синий есть, которым я красила в прошлом видео. Думаю, переходите, кстати, на мой канал, посмотрите, получилось очень даже прикольно, я и сама не ожидала, что так круто получится. Вот. Не буду, наверное, затягивать, и погнали. Итак, ребят, я уже все подготовила, и вот, в принципе, что я нашла на сегодняшний день. Такое кашпо гипсовое, гипсовое кашпо, подсвечники, такие свечи, такие милашные, тоже, наверное, используем гортензии искусственные, но, на самом деле, они, в принципе, выглядят очень даже неплохо, вот, и не сильно-то похожи на искусственные, но подойдет, короче, нам свеча белая, ваза, книга, вот, есть еще сушеные эти монстеры, я не знаю, в общем, от пальмут. Живые уже растения такие у меня, это единственное, что у меня дома живет. Ну, этот кашпо я ставлю, красить не буду, только раз на весна-весна подойдет. Вот, и еще у меня есть не одна книга-муляж, это мы тоже, думаю, сегодня используем в декоре. И вот, в общем, свечи разные, вазочки всякие разные, в общем. Сегодня посмотрим, что из этого он может сделать, и, думаю, можно читать. Ребята, также я решила поближе вам показать вообще свой фон, что он себе представляет. Ну, конечно, вот безобразие, то, что здесь происходит с гарнитуром, все будет переделываться, пока еще в думках вообще, что я хочу, либо куплю гарнитур, либо что-то там придумаю уже с этим. Ну, вот все, что у нас сейчас на сегодняшний день, имеется здесь. Ну, скучно, согласитесь, надо что-то менять. Поэтому, я думаю, можно начинать. Субтитры сделал DimaTorzok Видеть на фоне вообще что получилось. Они пока сохнут, и я подумала, что пока они сохнут, я разберу то, что у меня вообще на полке есть, уберу и уже так потихоньку буду обустраивать все. Можно, в принципе, даже не просто в один тон красить кашпу, а делать градиенты на них, либо там какие-нибудь узоры, сердечки, кружочки и все там подобное, всякие кляксы. Но мне просто не было такого настроения, там всякие горошки рисовать и так далее. Ну, чтобы не было никакого перебора с декором, поэтому оставила как есть. А там уже посмотрим. Ну, я, конечно, сомневаюсь по поводу вот этого цвета. Я хотела светло-сиреневую, но что-то у меня не получилось. Но если сейчас поставлю, будет не очень, то, может быть, перекрашу. Ну, в общем, вы со мной. Ну, вот пока на данный момент так все это выглядит. Убрала микроволновку, это прям по свободе стало. В принципе, конечно, в идеале пустая мойка, поэтому мне просто некуда убирать. Как бы, так я давно бы уже это сделала. Вот, здесь навела немного воды, чтобы гортензии как живые выглядели. Кстати, гортензии, наверное, в Ксмаркете покупала. Если кому надо, напишите в комментариях, я скину ссылку. Вот, ну пока. Ребята, ну вот, и шел третий день декорирования кухни. И я тут подумала, почему бы не освежить кухонный гарнитур еще. Ну, давайте сначала расскажу, что, в принципе, я добавила сюда. Ну, какие-то предметы, в принципе, так и остались здесь. И я добавила сюда два постера. Подумала, получилось ярко, прикольно, мне нравится. И я и включила неон. У меня получается светодиоды. И можно поменять с помощью пульта этот цвет. И выбрать какой-то больше по душе. Ну, мне что-то зеленое нравится, как смотрится. Вот. И желтое тоже неплохо смотрится. И я подумала, что, ну, выпускать видео будет скучно, вот в таком формате, потому что, ну, да, что-то поменялось, но все равно чего-то не хватает, да, для того, чтобы было интересно посмотреть. Я подумала, у меня же с прошлой переделки, я вам сюда фотографию приложу тумбы, которая получилась. Хотя лучше посмотрите предыдущее видео. И оно очень интересно, и вам понравится. И с предыдущей переделки тумбы у меня осталось много краски синей. И тут я подумала, почему бы ее не пустить в дело. Потому что конкретно тумба, где у меня раковина стоит, она уже заляпалась немного. Тем более, когда я ее не покрывала воском, ну, думаю, можно в этот раз это сделать, потому что у меня есть воск мебельный. Вот. Я подумала, покрашу, конкретно ротанка я ставлю, покрашу рамы вокруг, покрашу эту тумбу, чтобы все было в одном стилечке примерно. И ставлю ручки, ну, не знаю, в этом ли видео, мне просто их надо найти, они у меня на балконе хранятся. Вот. Ну, думаю, в принципе, я вам сейчас покажу тумбу до, потом уже начну красить, покажу вам быстро процесс, не буду особо долго. Там затягивать, потому что как красить мебель вы уже поняли по предыдущему видео. Поэтому погнали. Я показываю вам поближе гарнитур, чтобы вы понимали вообще, как он выглядит, что себя представляет. Переделался он сто пятьсот раз. Здесь, может быть, я сделаю как-нибудь телегу такую, на которой будет стоять там какие-нибудь средства, либо, ну, в общем, всякое разное. Вот. Либо крупы и тому подобное. Ну, я это, короче, закрою со временем. Я когда-то, это была обычная тумба, стрёмная. Я приложу вам фотографии, как вообще она раньше выглядела, и что стало вообще с этой кухней, какая она была до. Недавно смотрела фотографии, и на самом деле, ну, результат, конечно, сильный. Вот. Переделала пятьсот раз тумбу, белые, разные цвета перекрашивала, потом сделала ротанг. И вот, думаю, конкретно эти рамы покрашу в цвет краски, которые у меня есть, синие. Вот эту тумбу тоже покрашу, чтобы это всё было более-менее одинаково. Вот. А со временем, конечно, я сниму видео с переделкой этого гарнитура. А конкретно, либо я его просто поменяю, либо я что-то с ним сделаю. Ну, чтобы не подсказать, что я просто с ним что-то сделаю. Ну, время покажет. Напомню, краска с предыдущего видео, если вдруг кому-то понравится, я использовала такую, колеровала её, и, в общем, сейчас начнём красить. Вот как выглядит гарнитур до переделки, до покраски. Забыла микрофон включить, поэтому скажу заново. Я не претендую ни на какого мастера, и я просто показываю, как крашу я, и как делаю я. Я, ну, скажу просто из своего опыта, конкретно в моём случае никогда у меня не стиралась краска, ничего нигде у меня не корябалось и так далее. Потому что, ну, не знаю, наверное, я соблюдаю, в принципе, нанесение и так далее, подготовку перед нанесением, покраски. Но здесь, конечно, не соблюдаю то, что тупо дерево и сильно парится, потому что с ним его там загрунтовать вообще никакого смысла нет. Вот. Если вы хотите, конечно, посмотреть поэтапно, как перекрашивается мебель, посмотрите моё предыдущее видео с покраской тумбы советской. Кстати, получилось очень круто. Кто не видел, загляните обязательно, посмотрите. Там я подробно рассказываю о том, как красить мебель краской самим, без какого-либо опыта, там особо ничего не нужно. Спасибо. 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 В общем, ребят, не могу я никак заставить дневной свет, потому что прихожу поздно с работы и, в общем, показываю при таком свете. Ну, вот представьте, здесь солнышко. И я хочу сказать по поводу этого видео, что в принципе оно было показательным к тому, что любой может переделать свою кухню, даже если она там мега убитая, мега не симпатичная. Даже я как бы засняла вам этот гарнитур, хотя ему реально уже 500 лет и сколько переделок с ним было сделано, можно только себе представить. И, ну, сразу как бы кто первый раз на моем канале, я снимаю квартиру и не собираюсь покупать сюда какой-то крутой гарнитур, и тем более мне это неинтересно. Я могла бы купить гарнитуры, не париться, все было бы круто, красиво, но так же неинтересно жить, интересно что-то переделывать. Но, разумеется, в будущем я планирую либо вообще поменять гарнитур на какой-нибудь другой и переделать его, либо уже сделать нормально этот. Но что-то я сомневаюсь, что с ним уже можно вообще что-то сделать. То есть я бы, конечно, хотела бы совместить конкретно вот этот он к раковине поближе, этот еще ближе и так далее, либо вообще сделать цельную столешницу. Но цельная столешница, да, можно все придумать, но проблема в том, что раковину невозможно сдвинуть. Да, можно просто столешницу сверху накрыть, но гарнитур сам себе, он вообще не от этой квартиры, и я ее перевезла к себе со своего дома. Поэтому как бы имеем, что имеем, и как бы я понимаю, может кто-то напишет о том, что вот, почему нельзя просто купить нормальный гарнитур, да можно покупать ради бога. Но я пока не планирую этого делать, и впереди у меня и так много переделок, и я потрачу деньги на другие переделки. С этим гарнитуром, разумеется, я тоже что-то придумаю, либо вообще с кухней. Вот, но если бы я вам показала, что было вообще, когда мы сюда заехали, здесь не было ничего на кухне, и я считаю, что даже с этим учетом получилось все очень круто, и как бы грех вообще что-то говорить. Если здесь изначально было просто по-уродски, и не было ничего, здесь была просто самодельная тумба от хозяев, которая просто, ну, такая страшная была, что бесслез не взглянешь. И я считаю, что то, что как бы я вообще на данный момент сделала с этой кухней, это просто, ну, сказка. Себя не похвалишь, никто не похвалится. Но я опять же привожу фото того вообще, какая была кухня до, у меня нет фоток того, когда я сюда заехала, насколько тут ничего не было. Но у меня есть фото моей первой переделки, это желтые обои, которые изначально здесь были, когда мы заехали, и гарнитур, который вообще мой был сначала непеределанный. И уже дальше я прикреплю вам сейчас фото разные того, что вообще я делала с гарнитуром. И как бы сами посудите, ну, лучше ли было до или нет. Ну, как по мне, мне кажется, что как бы уютно на кухне. Поэтому, ну, а там напишите в комментариях, как вам, что не так. Так же я перекрашиваю эту дверь, она у меня вообще была такого позорного, деревянного цвета, плёночного. Но это не передать словами, было ужасно. Вот, и стало посвежее намного. Поэтому, к сожалению, когда я всё это делала, все эти переделки, я не снимала ничего на канал. У меня не было канала, я даже не думала его вести когда-либо. Но мне, на самом деле, очень жалко, что я не была ещё раньше. Потому что там вот было на что посмотреть до и после. И все мои знакомые, которые видели кухню до, они были просто в шоке от переделки. Ну вот, и честно сказать, меня раздражает очень сильно эта гарнитура. Особенно то, что здесь такие городки и невозможных... Ну, возможно, я это сделала просто не сейчас, потому что я после работы пришла. И заниматься этим пока я не хочу. Но в ближайшее время подумаю, как совместить, может быть, эти гарнитуры вместе и так далее. Но, опять же, не хочу сильно запариваться, учитывая то, что в будущем я просто всё нафиг переделаю. Суть просто видео такова, что я хочу передать то, что... Не бойтесь, пробуйте что-то делайте. Я делала так же первый раз, красила гарнитур когда-то, и мне казалось, мало не получится. Но сейчас столько уроков на ютубе, которые вы можете посмотреть и переделать. Даже просто перейдите на моё предыдущее видео, где я красила тумбу. Там я поэтапно рассказываю, как красить мебель и тому подобное. Поэтому как бы не живите. Надеясь на то, что когда-то вы будете жить красиво, что-то сделаете или купите, начните уже жить красиво сейчас. И вам с вами будет приятно приходить после работы домой, торопиться к себе домой в уют. Ну, лично я так и живу. И мне просто приятно это делать для себя лично. Ну, я просто начала отвести канал только потому, что подумала, что найдутся люди, которые будут разделять вместе со мной мои эмоции. И найду единомышленников на ютубе, которым будет это интересно смотреть. Потому что лично я могу по полтора часа смотреть такие видео без перемотки, там, ремонт, переделки и так далее. Вот. Но я стараюсь всё-таки всё равно короче снимать, потому что понимаю, что немногие хотят смотреть долго видео. Поэтому спасибо вам ещё раз за просмотр. Напишите вообще, как вам моя кухня в следующем видео и, может быть, через несколько видео. Потому что я ещё пока не знаю, что дальше буду снимать. Но постоянно приходят разные идеи в голову. Но я планирую вам также снять полностью свою кухню, показать вообще, какая она, то, что диван в таком же цвете, как и эти стены. Но, в общем, на кухне в целом-то уютно у меня. Просто я почему не показываю, я хочу, чтобы вышло видео о том, как я делаю кофейную зону на кухне. И там уже я полностью вам покажу итог с кухни. Потому что сейчас кофейная зона выглядит, мягко говоря, не очень. Там надо всё переделывать. Но, в общем, в ближайшее время будут переделки, будут интересные видео. Поэтому подпишитесь, кто не подписан, поставьте лайк, прокомментируйте. Мне будет очень приятно. И до скорых встреч. Всем пока.